Давайте о Курской области, тем более, что главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными, приводит статистику, сколько-то они потеряли и так далее, но далее комментирует эту историю, Марьяна Безуглая, не буду рассказывать, кто знает, кто это понимает, кто не будет вдаваться в подробности, не буду. Народный депутат Украины. Она написала, что Сырский сделал подводку к выводу войск из Курщины. Можно ли так трактовать тот текст, который опубликовал сегодня Генштаб от имени главнокомандующего? Ну, дело в том, что у нас Курская операция, она изначально задумывалась как рейдовая. Мы ж не россияне, мы чужого не берем. Никто не собирался захватывать Курщину, чтобы потом внести Курскую народную республику в состав Украины, украинской конституции, разрушив правовое поле конституции. Мы ж не россияне, еще раз повторюсь. Это у Путина только в голове могли быть такие мысли. Если угробил Конституцию, сейчас Российской Федерации практически в правовом поле не существует, потому что в ее теле, в Конституции внесены пять чужих областей чужой республики, ну, то есть другой республики. Потому ее, можно сказать, не существует. Кстати, это как раз очень хороший механизм, как выйти из состава Российской Федерации, тюрьмы народовой, потому что, ну, ее не существует реально. То есть сейчас любой юрист, международник, он может доказать, что все, ее как юридического документа не существует, и Федерации, в принципе, тоже может не существовать. И дальше уже выходите, берите сколько хотите независимости и работайте. Ну, это уже посыл для российских республик. Пусть они этот вопрос решают. А наши задачи, которые мы выполняли на Курщине, они, ну, где-то на две трети уже выполнены. Я бы не сказал, что на сто. Сейчас вот почему и поспорю с этим посылом о том, что это подготовка к выходу. Не выполнены задачи на сто процентов, потому что, ну, основная задача, допустим, связать около сотни тысяч российских войск, выдернуть их с Восточного фронта, она не выполнена. То есть около 40-45 тысяч сейчас находятся на этом направлении, около 20 тысяч отминусовано, двухсотыми, трехсотыми, то есть, ну, 65 тысяч россиян было на этом направлении. Плюс сейчас начали подтягиваться там северокорейцы, ну, их пока не сильно много. То есть, ну, с Южного, с Восточного фронта россияне достаточного количества сил, средств не сняли и не остановили давление. То есть, эта задача не выполнена. Как ее дальше выполнять? Можно, если решить вопрос, допустим, не ухода с Курщины, а перемещения на Брянскую область. Это же тоже выполнение задачи. Там на Белгородскую, это возможно. У нас там больше 10 тысяч войск находятся, причем довольно-таки активных в режиме активной обороны или маневренных операций. Это практически рейдовая операция. Вспомните, мы сколько раз говорили, выходка пока. Вот это, я всегда это сравниваю, ну, тысячу километров прошли партизанские отряды по тылам противника, угробив, ну, довольно-таки серьезное количество войск, перерезав очень много коммуникаций. Вот та же самая картина может быть и здесь. Это не уход с Курщины, имеется в виду, это перемещение, то есть выполнение, продолжение выполнения задач, потому что надо, в конце концов, добиться снятия российских войск восточного направления. Как это будет происходить, это все зависит от количества сил СССР у нас и от планов нашего главкома, естественно, расчетов выполнения задач генштабов. А подача информации, когда дается в последнее время сырским, очень правильно, кстати, дается. Когда ее не было, то есть, ну, вначале, понятно, в режиме секретности проводятся некоторые операции, когда уже есть определенное плато, а мы сейчас вышли на плато по Курщине, это надо давать еженедельно информацию, сейчас сырский очень грамотно, правильно ее подает. Это никакая не подготовка к выходу, это правильно, наконец-то, начала, заработала пресс-служба генштаба, которая начинает давать, ну, она фильтрованная, конечно, информация, начинает давать ее в информационный поток, поддерживая такой, довольно-таки, положительный момент информационный в украинском обществе. То есть, здесь большое спасибо, кстати, как раз вот этой пресс-службе сырского, которая работает над этой темой. Как, почему Безула, вернее, приняла какую-то подводку, ну, это уже вопрос к ней или к тем, кто за ней стоит. А реально операция на Курщине, она же когда-то однозначно закончится, то есть, она еще выполнила задачу сейчас, это создание буферной зоны, причем за счет россиян. Буферную зону демилитаризованную и, наверное, можно сказать, не только деноцифицированную от россиян, потому что там сейчас никто не живет, 30-километровой зоны. Если бы мы начали это делать, да нам бы уже в ООНе, как распятого мальчика, наверное, поставили. А так россияне за счет своих КАБов, за счет дальних средств поражения, артиллерии, мины перепахали 30-километровую зону на глубину, ну, 30-километров глубины на ширину 50-70 километров. Вот если бы они еще перепахали 600 километров этого направления от Беларуси до Оскола, вообще было бы песни. Потому я думаю, как раз, если будет, оно однозначно будет наше движение, ну, то есть, мы захватывать российские территории не будем, это без вариантов. А передвижение, создание таких буферных зон на Брянчине или на Белгородчине, я думаю, однозначно будет. Роман Григорьевич, я вот искал материал, еще вспомнил, что Безугла еще же что-то писала, и там был у нее еще один диалог с небезызвестным вам Игнатом. Значит, там у нее была какая история? Она писала о том, что почему сейчас так часто залетают шахеды в города Украины, особенно, в частности, в Киев, потому что, значит, силы, воздушные, значит, кадровые единицы воздушных сил переводят в пехоту. На что там Игнат я ответил, не знаю, в статусе кого, что там действительно такая проблема есть, что переводят, и не только из воздушных сил, но не в этом причина, и вообще это никак не связано. Значит, давайте про сами дроны, почему они залетают в города все чаще, давайте отдельным блоком. Меня просили очень несколько зрителей отдельно обсудить, услышать, хотят, ваше профессиональное мнение. А вот относительно того, что кого часть воздушных сил переводят в пехоту, как думаете, насколько это имеет массовый характер, и насколько действительно это может влиять на, в том числе, оборону городов от шахедов и ракет? Ну, никак не связано перевод части обслуживающего персонала инженерно-технического авиационных бригад с работой по шахедам и с заходом, допустим, в города. Это не то, это абсолютно связи никакой не имеет. Это плохой ход, это плохой, неправильный, неграмотный, если считать точечно, допустим, не глобально, а вот именно точечно. Нельзя специалистов, которых готовят не один год, инженер готовится 4 года как летчик, а дальше он еще должен мастерство свое оттачивать на обслуживание техники авиационной, то есть не только инженерный состав, связисты, а еще есть много состава, который, допустим, работает в сопровождении, то есть офицеры боевого управления, то есть это целый комплекс задач, которые выполняют для обслуживания авиационной техники. Это летчик один в воздух поднялся, выполнил задачу там за 30-40 минут, а подготовка ведется как минимум на одного летчика, 20 человек инженерно-технического состава используется, естественно, человека часов, там десятки человека часов на один час полета. А почему час полета очень дорогой получается? Вот только из-за этого, потому что слишком много людей задействовано, причем специалистов высокого класса уровня, потому что эти 30 минут самолет, это один из сложнейших механизмов, должен отработать как часы, то есть нигде не кошлянуть, не кошлянуть, если так можно сказать, по авиационному. То есть, естественно, этих специалистов, если выводить и ставить им задачи другого плана, там, где, во-первых, они не могут их сразу выполнять, это раз, а во-вторых, они потеряют свои навыки, и на их место больше никого не поставишь. Вот такой подход, он неверен, неправильен, и это надо прекращать. Вопрос в другом, почему принято такое решение? А это, скорее всего, из-за недостатка, достаточного количества сил, которые нужны сейчас для выполнения боевых задач. Это вопрос уже к политикам. Почему наш генштаб должен принимать такие, ну, абсолютно неграмотные, неверные действия? Потому что политики через закон о бусификации остановили практически приток мотивированных и профпригодных бойцов. приходится принимать вот такие непопулярные с точки зрения в ходе действия уже нашему генштабу. То есть здесь вот это туда-обратно, вот к безумным, безуглым, то есть это к политикам все эти вопросы. Это тот базис проблемы, которую надо решать, и без ее решения, естественно, не решим этот вопрос. Это касается, если перевода инженерно-технического состава в пехоту или в постановке любых других задач, нельзя забирать. У нас летчиков не хватает, у нас техников не хватает. А придут самолеты, не летать некому, не тех, не обслуживать, нечего. Так кто нам их продадаст? По тому, наверное, может быть, и не дают. А вопрос по шахедам, он чуть другой в плоскости лежит. Он лежит в плоскости увеличения количества шахедов как таковых. Вы смотрите, что произошло. За последние несколько, буквально за месяц, наверное, увеличилось, ну, скачкообразно количество шахедов, которые одновременно заходят на выполнение боевых задач. Увеличение это связано с поставками китайских узлов и агрегатов. Скорее всего, китайцы запустили несколько новых линий. Они заходят в Россию. Это тот же подсолнух 200. Что это такое герань, шахед? Подсолнух 200 китайских. Естественно, китайцы увеличили производство. Россия, россияне штампуют уже некоторые узлы у себя. Там пластик и быстро собирают и отправляют к нам. Увеличили больше сотни шахедов, иногда заходят одновременно на нашу территорию. Сейчас надо менять сам подход к их уничтожению. То есть тот, что был раньше, когда, ну, в основном наши все мобильные группы, они завязаны на сухопутные войска. То есть у нас был разорванный определенный механизм, когда размыты по всей территории Украины мобильные группы. Они не связаны, они под управлением сухопутных войск, генштаба в этом смысле, то есть особенно сухопутчики. И они просто не успевают. Они не могут собраться в одном месте и уничтожить там 100 шахедов, заходящих на Киев одновременно. Это задача противовоздушных, это задача ПВО, то есть это задача военно-воздушных сил, для воздушных сил, неважно. Вот надо забрать у сухопутчиков сейчас вообще все механизмы противодействия российских средств поражения, вот этого авиационного базирования, и передать их в управление военно-воздушных сил. И тогда, ну, во-первых, будут переведены некоторые мероприятия по переводу этих частей в свое подчинение и разворачивание их на линии боевого соприкосновения и на линии границы. Нельзя допускать такого количества шахедов на нашу территорию. Их надо уничтожать в момент пересечения границы еще лучше на российской территории, ну, в зависимости от возможностей. То есть сейчас этот механизм, который раньше работал против 10 шахедов, размазанный по всей территории Украины, он против сотни не работает. Потому что здесь нет связки вот то, о чем Безуглая говорит, не знаю, с кем она там полемизирует на эту тему. А вот надо вопрос этот решить, причем отдать это надо Сырскому. Ну, он все-таки не летчик с точки зрения авиационной. Надо на Сырского надавить, чтобы он отдал эти группы, в конце концов, управление воздушных сил. Сейчас летчик управляет ВВС, и я думаю, вопрос этот будет решен. с шахедами полностью. Роман Григорьевич, да, верно, вы говорите про то, что огромное количество шахедов, БПЛА, залетает в Украину. Плюс, давайте не забывать про авиабомбы, которые кошмарят приграничные города. Но что с ракетами? Это затишье перед бурей? Ждут они, пока погода уйдет в минус для того, чтобы ударить побольнее? Да нет, конечно. Ну, такого не бывает в приведении боевых действий. Никто ничего не ждет. Дело в том, что у россиян больше тысячи ракет есть уже разного базирования, и ничего бы они не ждали. Это, скорее всего, определенные договоренности, которые связаны с Байденом, может быть, с нашей канцелярией. Тут надо уже потом разбираться. Потому что мы же уже не просто так же у нас сарказмом по поводу того, что наши беспилотники пробирались между НПЗ, не дай бог, чтобы их не зацепить, до Каскийского моря. Эти договоренности есть. Кто бы там что ни рассказывал, сказки, они же видны, лежат на столе. Вопрос, кто договаривался, как и за счет чего. Пока на данный момент за счет Украины. Договоренности почему? Почему? Потому что мы не бьем по НПЗ российским, россияне не бьют по нашим НПЗ. Но они по нашим НПЗ не бьют по одной причине. Их уже нет. Они их уже уничтожили еще в первые два года. То есть им уже не по чем бить. У нас нет НПЗ. А мы не бьем. Почему? Потому что кто-то где-то с кем-то договорился. Россияне не бьют по нашим теплоэлектростанциям. Почему? Да у нас не осталось ни одной теплоэлектростанции, не повреждет. Вот потому они по ним и не бьют. А мы не бьем. Почему? Почему? Почему у нас договоренность с россиянами не бить по теплоэлектростанциям? Ну и так далее и тому подобное. Это та же самая картина использования крылатых ракет. Они их накапливают, но не с целью накопить. Они их накапливают, потому что они их производят, их девать просто нет. У них накапливаются. Когда закончатся эти договоренности, тогда они их будут использовать, сразу начнут использовать. Они могут закончиться с выборами президента Соединенных Штатов или с анаугурацией президента. Тут же вопрос в этих договоренностях, кто в них участвует. То есть здесь собака порылась, у которой корейцы еще не доели, северокорейцы. То есть только с этим связано. А когда, как спрогнозировать, когда будут удары, так удары идут постоянно. Шахедами что-то они достают. Шахедами вот каждый день идет несколько десятков шахедов. Работают они ракетами воздушного базирования. Постоянно Х-59 заходят, Х-69 заходят. Работают баллистика. Искандеры уже сколько людей наших поубивали. Это же как раз искандеры работают. То есть в достаточном их количестве есть. А те же С-300, С-400 никуда оно не делось. То есть вот только вопрос по крылатым ракетам связан, может быть связан с тем же невозможностью нам работать по российской территории. У нас не дали ни Storm Shadow, ни Scalp, ни Атакамсов для того, чтобы уничтожили россиян. Дали возможность россиянам уйти. Вот они когда последний самолет за 300-километровую зону отгонят, а потом скажут, ну все, договоренность выполнена. Спасибо большое этой договоренности. А теперь мы начнем работать крылатыми ракетами. А мы даже получим ракеты, нам не почему будет просто деться. Вот и все. Вот такая связка. Она против Украины. В этом смысле пророссийская. Так, дорогие друзья, еще раз напомню, нажать кнопку лайк нравится прямо сейчас. Нужно и подписаться, если еще не подписаны. Интересная и хорошая новость. Вот только что я открыл телеграм-канал и сообщают, что президент Зеленский завтра по приглашению Орбана и Шарля Мишеля прибудет в Венгрию на саммит европейского политического сообщества. И, как по мне, это очень хорошая новость. Потому что мы помним позицию Орбана, мы помним все его заявления, встречи и поездки в Москву. Ну и в Киев тоже. Просто давайте не забывать, что Орбан не только как бы с Путиным за руку здоровается, он еще и Трампа другом своим называет, а тот его тоже хорошим каким-то крупным восточноевропейским политиком. Не дословно, он уже вот такой. Поэтому мне кажется, это очень крутой сигнал, что, знаете, если даже Орбан не станет нашим другом и прямо единомышленником, то как минимум поменьшает количество врагов, которые нас окружают. А у нас, согласитесь, непростые отношения есть, что с Венгрией, что со Словакией. Ну, надо понимать статус Орбана. Он не генератор идей. Не Орбан генерирует эти идеи. Орбан передаст. Он передает идеи. Какие-то. Московские идеи, там, британские, может быть, идеи, или там, белодомовские идеи, там, трамповские, неважно. Он передаст. Си Цзиньпиньские идеи может передавать. Он сам генератор, у него не тот вес, как бы кто там его не называл, по плечу не хлопал, но вес у него, ну, уровня плинтуса, не выше плинтуса. Это он пытается щеки надуть, но не более того. Надо это, ну, мы это точно понимаем. Все это надувание щек у Орбана, это за счет той трубы, которая проходит через Украину. Вот перекройте эту трубу с нефтью, и нечем будет там надувать щеки. Нечем просто. А труба заходит куда? В Венгрию, а потом в Словакию. Потом, кстати, в Чехию. То есть там такой аппендикс еще на Чехию заходит. Потому иногда Петер Павел, мы от него слушаем, слышим такие пророссийские нарративчики, иногда у него проскакивают, когда вопрос ценообразования по нефти этой происходит. Ну, мы тоже это понимаем прекрасно, прощаем Петру Павлу, Павлу такого рода высказывания. А Орбан конкретно на входе сидит, тем более наша канцелярия дала возможность ему закупать российскую нефть на переходе Украины-Беларуси. Мол, это же Орбановская компания, Мол, которая сейчас торгует по Европе продуктами переработки нефти. Потому что еще помимо трубы с нефтью идет рядом труба на Венгрию с дизелем, с Мозырского НПЗ. Это белорусский нефтеперерабатывающий завод. То есть он еще и дизелем торгует по всей Европе, мол, естественно, такой себе с надутыми щеками российской нефтью и дизелем вот такой передаст. То, что нас пригласил, имеется в виду наше руководство, ну, скорее всего, еще раз что-то хочет передать. Вот я так думаю, почему, больше еще раз, он не генератор идей. Проблем у нас с Венгрией практически нет никаких, кроме некоторых отношений, связанных с людьми, двойной гражданской подчиненности. У нас часть Закарпатия имеет украинские и венгерские паспорта. Вот это проблема большая. У нас там часть МВД, полиции как раз, там непонятно, ну, они венгры, но непонятно, какого гражданства. У них в одном кармане украинский паспорт, а в другом кармане венгерский паспорт. Вот это проблема у нас есть. И с ней надо что-то делать, решать, и ни в коем случае попытка просунуть закон о двойном гражданстве, это как раз еще решение, вернее, не решение этой проблемы, наоборот, это уже усиление этой проблемы. Она связана и с израильскими паспортами, и венгерскими, и российскими, некоторыми заборными паспортами. То есть то, чего не должно быть у нашей власти. То есть в карманах наших властей не должно быть два паспорта. Ни в коем случае, потому что непонятно, где они будут служить, в вооруженных силах Украины или в Цахаре. И непонятно, чьи интересы будут защищать венгерские полицейские или украинские, если у них оба паспорта находятся. Это вопрос контрразведки, они должны заниматься. Поэтому сама идея, ну, со всеми надо общаться, а тем более с соседми. Тут какой бы там Орбан ни был, общаться однозначно надо. Почему? Потому что Венгрия в Евросоюзе, Венгрия в НАТО, а Орбан, он же не вечный. А как минимум не вечный президент или там руководитель. Появилась информация вот только что буквально о США этот пресс сообщает, что Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Орбан Григорьевич, это уже ближе к финалу нашего эфира. Как думаете, каким будет первое решение Трампа, связанное с Украиной? Даже вот исходя из импульсивности Трампа, может быть какую угодно, но как минимум это будет контакт с нашими представителями. То есть первое, что это будет, это будет контакт. Это может быть какой-то круглый стол, это может быть какая-то онлайн или другого формата контакт, может быть с военными, может быть с политическим руководством, но точно, наверное, не канцелярскими. Там есть моменты по этим ребятам. Это не будет решение. То есть это будет вот такой контакт, обговор, проговор некоторых действий. Сейчас на это, на Трампа влияет очень сильно Джонсон. Он туда специально полетел решать эти вопросы, чтобы Трамп ничего не сказал или не предпринял сейчас такого, за что потом пожалеет или придется выруливать очень сложно. Потому Джонсону здесь очень большое спасибо, молодец. То есть выполнил задачу для Украины за счет своего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok